Так, вот станок. Ну, начнём, наверное, с патрона. Патрон здесь без ключа, просто он разлачивается и сверло откручивается. Блин, я его, наверное, наоборот заблокировал. Да, вот, берётся, свободно откручивается, вставляется, свободно закручивается и блокируется кольцом. Всё, сверло зафиксировано. Единственный недостаток такой, ну, который упоминают в интернете этого сверла, это вот это вот биение. То есть, сам вот этот вал, он немножко бьёт в подшипнике. Бьёт, ну, где-то, ну, на две десятки, наверное. Но станки, у которых пиноль, если его вот так чуть отпустить и начать шатать, там, ну, самый ужас, который я видел, это, наверное, миллиметр. Других лифтов, как будто бы у этого станка нет. Включается он вот так. Вот, включили, выключили. Интересная система, как зажимается материал здесь. Вот, допустим, берём, к примеру, деревяшку. Вот такая штуковина. Сейчас берём и зажимаем. Вот, вуаля, мы можем сверлить. Из ништяков здесь есть подсветка рабочего места. Вот она включается. И лазер. Вот он так хорошо видно. В принципе, достаточно точно он совпадает. Хотя, вот, если сверлить, например, дерево, по большому счёту, мне он, наверное, не особо нужен. Можно выставить высоту станка. То есть, можно его всего поднять. И тогда он будет ходить, соответственно, фиксируется. И тогда он будет ходить. Или весь станок опустить. Ну вот. Сейчас. Это, наверное, его минимум, до которого он опускается. Также можно выставлять глубину сверления механически. То есть, ну, к примеру, сейчас поставим. Вот, допустим, наш материал. Я хочу сделать в нём отверстие глубиной сантиметра. Так. Сейчас я соображу, как это сделать. Беру. И вот здесь сбрасываю на ноль. Сейчас я куперу эту штуку. Чтобы было лучше. Вот. Вот это наш ноль, да? Сбросил. И так. Беру, выставляю. 10 миллиметров. Помимо того, что я вижу, сколько я сверлю, я ещё могу механически выставить ему этот лимит. Если я затяну вот этот винтик, что получится. Хоба. И он упирается. Есть две скорости. Они здесь вот переключаются. Переключаются. Ну, кстати, там не надо это показывать. Просто с этой стороны есть переключатель. Там редуктор. Ну и вот. Теперь, значит, ещё зажимаем деревяшку. Там не важно, какой она толщины. Такой или такой. Эта штука подстраивается. Освещаем рабочее место. Ну и где-нибудь берём сверлю. Включается он вот здесь. Можно остановить. Вырубить его. Кстати, состояние вот этих штук, оно не запоминается. И настраиваем примерно там обороты и включаем. У станка есть плавный старт. И есть гувернёр, который поддерживает те обороты, которые я задал. Обороты, собственно говоря, выставляются вот здесь. То есть вот мы включаем. И вот мы сверлим. И смотрим, что происходит при этом с оборотами. При этом я могу ещё... А, ну сейчас я выключал и сбросил как бы глубина сверления. Ну вот, собственно, обороты можно выставлять примерно до 2,5 тысячи. Значит, сейчас я вижу немножко у него бьёт сверло, но это сверло такое. Патрон там нормальный. Ну, как бы мне очень нравится установка на самом деле. Ещё к нему в комплекте идёт вот такая прегруза. Прегруза достаточно такая удобная. Вот эти штуки, главное, не надо никаких винтов, как вот китайцы делают. Я получил вот такую штуковенцу. Естественно, она под этот станок не подходит, потому что разные вот эти отверстия. Естественно, люфты кошмарнейшие. Ну, что можно ожидать от китайцев за 40 баксов? Только говна всякого. А эта штука, наоборот, очень удобная. То есть, такие барашечки удобные, не надо никаких рожковых ключей. И, соответственно, можно выставить там, ну, что угодно, в принципе, с ней делать. Ну, вот такой вот станок. Спасибо. Спасибо.